МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области столетиями рядом друг с другом мирно, во взаимном согласии живут представители более 150 национальностей. Многие из них вошли в историю нашей губернии, многие сейчас прославляют регион на всероссийском уровне или же просто делают свое дело настолько хорошо, что ими гордятся жители города. Все те, с кем хоть раз пересекали жизненные пути. Администрация Самары оказывает поддержку деятельности еврейских общественных объединений, которые проводят национальные праздники, ведут большую просветительскую работу среди детей. Сегодня в программе «Самара многонациональная» расскажем о значимых праздниках и проектах Самарской еврейской общины. Мир, труд, джаз. В Струковском саду сезон уличных выступлений открыл Самарский концертный духовой оркестр совместно с квартетом «Джаз-вояж». Антон Чеботарев играет на трубе в Самарском концертном духовом оркестре. Музыкант признается, для него это лучший инструмент. Также в коллективе Антон исполняет роль инспектора, следит за дисциплиной и отвечает за организованность участников. Уже по традиции сезон уличных выступлений оркестр открыл на сцене летнего театра Струковского сада. Много не выступали в связи с событиями, о которых все прекрасно понимают, знают, да. Но сейчас, наконец-то, дождались такого праздника. На первом концерте в сезоне уличных выступлений Самарский духовой оркестр исполнил классические и джазовые произведения, аранжировки популярной музыки, российской эстрады и духового искусства. В некоторых номерах лучшие саксофонисты, трубачи, фиетисты Самары выступили в качестве солистов. Записи отвлекают человека от живого духа и дыхания музыки. А в духовом оркестре дух и дыхание – это не слова, это истинно, скажем, что называется в первой инстанции. Одно дело, когда вы ударом пальчика извлекаете звук или смычком, а другое дело, когда вот своим дыханием. И поэтому музыку духовую люди любят. Перед выступлением Самарского духового оркеста квартет «Джаз-Вояж» порадовал слушателей джазовыми произведениями и импровизацией. Нам очень понравился формат концерта. Мы, зрители, очень соскучились по настоящим живым концертам. А сегодня еще концерт на улице, на природе, со свежим воздухом. Этот звук, ну, очень гармоничен в этом парке. Это очень красиво. Всероссийский фестиваль на сопках Маньчжурии. Традиционный фестиваль проводился в Струковском саду, собирая музыкантов со всей России. В памяти павшим в Мукенском сражении. 114 лет назад здесь, в тени Струковского сада, впервые прозвучал вальс в исполнении духового оркестра 214-го Макшанского полка на сопках Маньчжурии. Теперь так называется ежегодный фестиваль духовых оркестров на Волжском берегу. Марш-парад, дефиле, соревнования оркестров на одной площадке, поездки по всему абсолютно городу. И, конечно, гала-концерт, который в нашем случае в Самаре будет на площадке под площадью Славы. И венцом программы четырехчасовой, предполагаю, будет, конечно, сводный оркестр из 500-600 музыкантов. Это производит колоссальное впечатление. Мы репетируем, мы сами поем, мы сами играем, но вот мороз по коже. Подготовка прошла на высокой ноте. На средства городского бюджета приобрели партию профессиональных инструментов. Это и саксофоны, и баритон, бас, ритм, гитара, бонго. Артем Токарев в труппе почти три года. Делится новая флейта все равно, что скоростной болид после простого добротного авто. Получил инструмент недели две назад. Это замечательный профессиональный инструмент. Оркестр, я думаю, будет звучать намного как бы... У нас и так музыканты все ребята профессиональные, очень крутые, но еще плюс с новыми инструментами это просто будет бомба, я думаю. На сопках маньчжурии вальс легендарный. Мелодии грустной, то стоны, то всклипы. Шатров написал просто и гениально. И вновь фестиваль принимает Самара. Оркестры гремят, соревнуясь друг с другом. Там влюбленные снова вальсируют пары. И память вальсирует с нами по кругу. Специально для Самарского муниципального духового оркестра лучшие модельеры города создали новые сценические образы. Театральные костюмеры работали над ними несколько месяцев. Тромбонист Тарас Овчинников тестирует свой новый сценический костюм. Одежда должна быть удобной. В ней выступали на концерте. К нам очень внимательно отнеслись. Нас несколько раз приглашали. Каждому уделяли очень много внимания. Буквально 2-3 женщины возле нас скрутились с этими сантиметрами. Очень внимательно относились к нашим просьбам. Поэтому сидит все идеально. Очень классно подобраны цвета. Муниципальный оркестр давно мечтал сменить гардероб. Кусарские костюмы начала 20 века стали неактуальны. Мода на ретро постепенно ушла. Сейчас в современном мужском костюме ценится сочетание классики и модерна. Нужно, чтобы все было с иголочки, говорит руководитель оркестра Марк Коган. Внешний вид должен соответствовать с репертуаром. Качество исполнения наше должно быть одинаково во всех случаях. И даже, если не дай бог, без пиджака придется остаться. Специально к фестивалю целую коллекцию костюмов для музыкантов духового оркестра подготовила модельер Мария Казак. Классическая тройка и поло удачно комбинируются в множестве различных вариантов. Под каждую музыкальную программу свой костюм. На разработку и пошив ушло почти полгода. Ткани трикотаж, хлопок и шерсть с полиэстром сделаны в Брянске и в Самаре. Обувь и головные уборы также изготовлены в нашем городе по спецзаказу. Я как театральный художник и как дизайнер стараюсь в своих разработках совмещать элементы сценического и театрального и элементы так называемого фэшн. Мне всегда хотелось, чтобы, глядя на мои костюмы, было понятно, что это костюмы 21 века. Я надеюсь, что это будет оценено и эти костюмы проживут и будут смотреться актуально все-таки какое-то продолжительное время. Кроме шикарных костюмов музыканты получили в подарок и новые инструменты. Их привезли из Европы и Северной Америки в канун фестиваля на сопках Манчжурии. Впервые фестиваль духовых оркестров на сопках Манчжурии прошел 8 лет назад. В прошлом году музыкальное событие пришлось отложить из-за пандемии. Этим летом фестиваль вернулся в новом формате. В нем приняли участие духовые оркестры со всей России, а также группы «Мжарец спорта» и «Барабанщиц». В Самару приезжали коллективы из Москвы, Белгорода, Брянска, Уфы, Казани, Тольятти, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Ульяновска, Екатеринбург, Сургута, Ростова-на-Дону. Информационным спонсором фестиваля стал и телеканал «Самара-Из». «Самара-Из» «Самара-Из» Парк «Дружба народов». Уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий раскрывает культуру народов, проживающих в нашем регионе. Все дома, построенные по принципу равенства, имеют примерно одинаковую площадь – 50 квадратных метров. Впервые срубы появились на территории этнокультурного комплекса в 2017 году. Точные копии жилищ воссоздавали при помощи архитекторов и ученых. Открытие комплекса объединило на одной площадке представителей разных национальностей. Как обустраивали еврейское подворье, расскажем в программе «Самара-Многонациональная». Швейные машины, скрипки и миноры. Главный раввин России Берл Лазар побывал в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» в Гуйбышевском районе Самары. Квадратный еврейский самовар «Чайник», который свистит на три голоса. Старинный аптечный фонарь, висевший на бывшей Симбирской, а ныне Чапаевской улице, которому уже около 200 лет. Корзиночка для заболевшего ребенка, которую ставили на теплую печь, чтобы лечить. Все эти артефакты прошлого собраны в еврейском доме этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». В нем побывал главный раввин России Берл Лазар. В филармонии есть разные инструменты. Здесь скрипка, здесь другой инструмент. У каждого народа своя музыка, и вместе мы создаем прекрасный ансамбль, хор, который реально хвалит Бога и дает нам самое возможное высокое благословение, которое есть на свете. Когда наш общий отец видит, что все дети дружат, он радуется, тогда посылает нам все, что нам нужно. Я здесь сегодня первый раз, я имел огромное удовольствие. Я думаю, что это уникальный проект. Вот это объединение, соединение, разные национальности, разные виды дома, разные архитектуры. Это просто очень приятно посмотреть, сколько, когда мы все вместе, когда мы все уникальны и разные, сколько мы дополняем и создаем, какая красота, когда мы все вместе. Иногда в российских регионах находили прототипы традиционных домов, сохранившихся до наших дней. Например, еврейский дом построили по образцу зданий 19 века, который сегодня можно найти в Энгельсе, Саратовской области. В этом городке до революции жило много еврейских семей. Некоторые их дома стоят до сих пор. Внутри воссоздали жилье единственного в Самаре часовщика обуса. Конечно, корни еврейские находятся очень далеко в веках и далеко по географии. Но мы говорили именно о Волге, о Средней Волге. И нам, мне кажется, удалось показать и собрать то, что рассказывает о жизни этих людей, которые неволею судьбы или волею судьбы попали на Среднюю Волгу. Самое удивительное, что у нас есть, на мой взгляд, это переносная плита, которую можно было готовить и дома, и которую люди брали с собой куда-нибудь на пикник. Воссоздали все в точности до деталей, поэтому кажется, что сюда его перенесли из позапрошлого столетия. Внутри дома также все по-старинному. Наполняют его подлинные старинные вещи самарского часовщика обуса и его семьи. Еврейский мастер был известным в городе умельцем. Создавал уникальные часы. На столе его рабочие инструменты. Крохотные запчасти от часовых механизмов. Семейные фотографии. Рядом его саквояж. В комнате еще швейная машинка «Зингер» и ножницы столетнего возраста. Мы наконец-то все это доделали. И дом у нас заиграл, дом у нас зажил. И ощущение такое, когда заходишь туда. Это настоящий жилой дом еврейской культурной интеллигентной семьи. Представители еврейской национальной культурной автономии «Торбут Лаам. Культура народу» в течение двух лет собирали для этого дома мебель 19 века. Искали ее у друзей, знакомых и у незнакомых людей. Как рассказала замруководитель организации Юлия Коган, удалось привезти сюда старинный диван, этажерки, где разместили подлинные фотоальбомы и скрипки, столбюро, буфет с посудой конца 19 века, товарищество Матвея Кузнецова. Все это создает неповторимую обстановку. Даже молитвенный уголок Равина со священными книгами и тот из прошлого. Получилось все, безусловно, лучше, чем мы предполагали, чем мы думали. Конечно, организаторы старались, и мы старались, чтобы это понравилось людям. В соседней комнате спальня супругов «Стрюмо», которому около 150 лет. Старинной кроватью и комодом, где расставлены флаконы с духами и ларец с бусами. Здесь же шляпки, бархатное платье и даже свадебный наряд с расшитыми туфельками. Детская кроватка, люлька и старинные фарфоровые куклы. Это наш общий дом, действительно, для национально-культурных объединений. Потому что воочию здесь 20 национальных домов. Каждый дом, когда строили, каждый дом, это по национальным обичиям. Если мусульмане – мулла, если астини какие-то под этим ставили, как наши предки, чтобы было счастье. Эта богатая история – часть наследия еврейской культуры. Не должна кануть в лету. Устроители надеются, что их потомки с таким же интересом отнесутся к жизни нынешнего поколения. Точную копию жилища воссоздали при помощи архитекторов и ученых. Музей под открытым небом продолжает пополняться уникальными артефактами и будет ждать всех желающих жителей и гостей города. Музей под открытым небом.